Всем привет! Это пятница и как всегда в это время в 19.00 по московскому времени мы начинаем очередную битву. Смотрите как быстро заполняется карта. Я совсем буквально секунду назад скинул ссылку в видео, которое только что разместил у себя на канале. И смотрите, народ уже прибывает. Нам скорее всего скучать здесь не придется. Итак, отмечаем начало нового учебного года. Это первая битва в этой осенью, то есть открываем осенний сезон новой битвой с подписчиками. Смотрите, какой симпатичный плакатик тут висит. Написано «Сделай себе скидку». Это как бы нам напоминает о том, что скоро в Танках Онлайн будет сделана очень даже неплохая скидка. А по мне уже изо всех сил бьет рельса. Ну, давайте мы хотя бы здесь съедим аптечку, уничтожим вот этого рельсовода и, конечно же, со всеми аккуратненько поздороваемся, чтобы выглядеть культурно. Не то, чтобы выглядеть, чтобы на самом деле поздороваться с теми подписчиками, которые уже пришли. Вот давайте я буду периодически нажимать кнопочку «Таб», чтобы смотреть, что происходит на карте. Смотрите, в первые несколько минут битва уже идет полным ходом. Итак, давайте кататься по этой карте и смотреть, что же здесь интересного. Карта называется «Ред Алерт» или «Ред Алерт». Это уже называйте как вам угодно, как вам удобней, кто как привык. Название карты, видимо, было выдано в честь одноименной игрушки, которая называлась точно так же «Ред Алерт». Была она популярна в 90-е годы. Ну и вот если есть такие люди, кто в свое время играл в эту игрушку, кому она нравилась или вдруг каким-то образом играет в нее до сих пор, то вот смотрите, у вас сегодня есть возможность посмотреть, насколько отображает эта карта реальность той игрушки. Возможно, там была какая-то карта или какая-то местность, похожая на эту. Ну, у нас же сегодня здесь возможность небольшая. Всего лишь просто покататься, пострелять и заработать драгоценных кристаллов. Насколько я вижу, на карте уже достаточно много рельсоводов. Также есть и смотрите, вот этот мамонт с рикошетом. Давайте к нему сзади подползем. Вот он уже и спрыгивает. Я знаю, что туда прыгнуть нужно аккуратно, иначе можно напороться на неприятности. Вот мы уже одну такую неприятность, похоже, и напоролись. Катаюсь я сегодня на танке Hornet. Как вы уже знаете, по-английски Hornet это значит шершень, то есть это что-то такое достаточно быстрое и в то же время достаточно живучее, угрозное, такое что-то угрожающее. Ну, я надел пушку Zida, как вы видите, в топовой ее модификации. Давайте вот этому громоводу не дадим вот эту аптечку. Сначала возьмем аптечку, а потом попробуем его убить с баллона. Ну, я смотрю, баллона нам хватает. На мамонта, скорее всего, баллона нам не хватит. Так что давайте мы подождем зарядки и вот вместе с этим фризом поучаствуем в дележе. Итак, его мы все-таки убили. Ну и тут у нас уже, я смотрю, куча врагов вокруг, которые нас и убивают. Итак, мне хотелось бы немножечко покататься вокруг этой карты, чтобы посмотреть, что в ней есть интересного. Карта достаточно большая, но в то же время не слишком большая. В ней нам должно быть сегодня комфортно. Как вы видите, я достаточно несложно нахожу цели. В то же время играю я, как вы поняли, с пушкой ближнего боя. Пушка Изида обладает очень маленьким радиусом действия. Вот этот мамонта гром по мне уже наносит урон, поэтому я все-таки, скорее всего, лучше отсюда уеду. Вот давайте соберем вот эти кристаллики и вот здесь вот эту мамонту смоку попробуем все-таки убить. Я же сейчас на двойном уроне, вот главное, чтобы он не доехал до той аптеки. Нам повезло, мы его убили. И смотрите, здесь так много дропов, здесь можно очень неплохо себя чувствовать. Вот тут по травке покатался. И потом, значит, в атаку, в атаку, в атаку. Вот смотрите, главное заходить вот так неожиданно со спины врасплох и насмерть. Тут, смотрите, мы еще и кристалликов, и вот этого мамонта попробуем убить. То есть, несмотря на то, что он был на щитке, видимо, все-таки он был не такой уж и живучий. О, смотрите, а вот и друг. Давайте мы его все-таки съедим. Достаточно быстро на Наре, видите, как Изида превращается в такое грозное оружие. Вот тут уже и мины пошли, и все прочее. Ну, давайте этого грома вот убьем. В любом случае, он бы наверняка убил бы сам себя, если бы стрельнул по мне. Видимо, поэтому он и не спешил стрелять. Итак, карта Red Alert. Вот здесь мы, кстати, находимся в том самом месте, где находится флаг одной из команд. Вот на этом пятачке. То есть, если бы мы играли на флаге, то здесь бы стоял флаг одной из команд. И давайте сейчас же, пользуясь моментом, я прокачусь до воображаемой базы противника. То есть, если бы мы играли на флаге, то вот на противоположном конце этой карты, а именно вот здесь, где проехал только что этот фриз, по-моему, даже как раз-таки вот на месте этой симпатичной елочки, которая вроде как трехмерная, но на самом деле достаточно плоская и все время поворачивается к нам лицом. То есть, вот так недалеко находятся две противоположные базы, красных и синих. Давайте вот этого рельсовода сзади вот так аккуратненько застанем врасплох. Получается, что с Изидой играть немножечко даже как бы и сложнее на самом деле, чем с Жигой. Вот смотрите, я сейчас направился на Жигу, которая мало того, что достаточно слила на меня жидкости, но еще и была на двойном уроне, и я, конечно же, умер. Ну, хотя бы я забрал фраг. А вот давай фрагу. А вот давайте посмотрим, как у нас будут дела с этим Грумом. Вот он, конечно, стреляя очередной раз, мог себя убить, поэтому я чуть-чуть отъехал назад. Здесь нам вот этот Хантер попадается, по мне проходит рельса, стреляет с Мока, нас спасает Резист, но не получается у меня его добить, и тут меня подлавливает вот этот рельсовод. Ну, давайте хотя бы в какие-то моменты я буду нажимать ТАП, для того, чтобы вы посмотрели, кто в игре и как у кого идут дела. Вот я респу здесь на центре этой карты. Карта достаточно интересная тем, что у нее очень много проходов, подходов, то есть, играя на флаге, здесь очень достаточно много путей вывоза флагов. Можно неожиданно менять траекторию вывоза и, таким образом, скрыться от врага. В то же время здесь много, достаточно, скажем, не так уж много, но достаточно укрытий для того, чтобы где-то немножечко поснайперить, значит, спрятаться с пушкой дальнего боя, такой как Гром, Смока или даже рельса. Ну, не или даже, а в основном, наверное, все-таки любители клановых битв предпочитают рельсу. Здесь, кстати, на этой карте достаточно часто происходят дружественные клановые войны, то есть, ТКВшки, ТКВшки. И в них люди принимают участие очень даже часто. Я сам не раз играл на подобной карте. Но вот в отличие от сегодняшней игры... О, что я вижу. Азербот уже какой-то нарит. Ну, придется против него, наверное, тоже немножечко понарить. Изида на Наре должна быть достаточно веселой, потому что мало того, что урон удваивается, так еще и приходится жить очень долго за счет того, что Изида восстанавливает себе ХП. Ну, я вот не знаю, где тот чувачок, который нарил. Он был на Диктаторе, вроде бы, с Кромом. Давайте его попробуем найти. Хотя искать, наверное, мне его придется очень-очень долго. Где же он? Карта достаточно большая. Вот еще один игрок на Наре. Давайте его, пожалуйста, схлопаем. Вот этот Твинс попадается под горячую руку. Он еще, к тому же, лагает. Что будет сделать этот Гром? Гром вроде бы не стреляет. Ладно, мы по нему тоже стрелять не будем. А, вот и еще один игрок на Наре. Давайте его... Сидим. Ну, смотрите, как это. Изида, вот я полностью целый, хотя уже столкнулся с несколькими врагами. Лоб в лоб. Но до сих пор живу. Вот вы знаете такое правило, что если кто-то на карте очень интенсивно Наре, то придется в фон все-таки... Так, ну что, ты застреляешь? Ладно, давай. Тем более Нарка уже закончилась. Вот опять этот полагающий Вика Фриз умирает. Так вот, хотелось бы вернуться обратно к тому симпатичному плакату, которых вы сейчас видите в очень огромном количестве, кстати. Где написано, что позолоти себе свой танк за недорого. Ну, написано там кое-что другое. Но цвет танка как бы намекает, что придется расстаться с накоплениями. То есть скидка будет где-то в размере 50%. Это я больше чем уверен, что именно 50% это и будет размер скидки. То есть всего за полцены можно будет приобрести танк, пушку или корпус. Это очень даже неплохо. Вот здесь смотрите, я такой замороженный, так медленно размораживаюсь. Ну, просто ужас. И никак не могу ехать из-под этих шариков Твинса. Вот такая вот пушка Фриз. Кстати, может быть на этих скидках даже возьму себе Фриз. До сих пор я его как бы не брал. Раньше я им играл, но на этом аккаунте после ребаланса Фриз пока что не приобретал. Ну, за полцены почему бы не взять. Здесь вот опять мы столкнулись с этим лагающим Вика Твинсом. И смотрим, что же у нас дальше только происходит. Интересно. А вот и тот самый гром. Давайте против него разочек и зонарим. Ой, не успел. Я тут заехал неудачно и быстренько умер. Ну, давайте нажмем ТАП и посмотрим, сколько тут игроков и у кого какие дела. Вот кристаллик. Давайте его схватим. Вот смотрите, здесь очень много таких интересных мест. Можно так заехать, выехать, подъехать. В общем, поменять направление, напасть. Вот сейчас этот гром наверняка будет стрелять в самый последний момент, чтобы не дать мне фраг. Нет, все-таки у нас получилось его чуть-чуть выпустить из вида и его убить. Тут меня хватает фриз. Я же цепляюсь вот за этого Хори Смоку, немножечко подлечиваюсь об него и все-таки умираю. Вот первый раз я, честно говоря, играю на этой пушке. Прокачал ее совсем недавно, только лишь благодаря тому, что она опять же продавалась по скидке. То есть за полцены было грех ее не взять. Ну и, конечно же, наиболее актуальна эта пушка все-таки в битвах, которые идут на флаге, то есть в командах. Потому что тебя и нет, а гаубица изя больше всех нарит. Ну ладно, давайте сейчас попробуем поиграть всем без нарки. Хотя вот я вижу здесь вот игрок на гирлянде. Давайте быстренько его от этого отучим и покатаемся дальше. Посмотрим, кто еще у нас сегодня катается на гирлянде. Вот отсюда открывается хороший обзор. Да, вот тот вот рельсовод был на ДДшечке. Хотя неизвестно, откуда он ее взял. Мы видим, что ДДшечка имеется вот тут. Давайте обновим свою. Сейчас ее тоже возьмем. О, здесь я на Наре. Тут этот гром на нас сагрился. Давайте на него. Тут я вижу, что я уже горю полным ходом. Мне срочно нужно к кого-то подлекаться. Вот этот рельсовод, который взял ДДшечку вроде как из гаража. Ну давайте, пользуясь случаем. Вот здесь пока мы еще не сгорели. Посмотрим, где тут есть аптеки. Вот-вот-вот, видите, аптечка. Сейчас мы на нее наедем. И отхилимся. И будем опять-таки целыми и невредимыми. Вот тут у нас рикошет. Умирает очень быстро. Тут у нас вот этот смок, который я тоже видел на гирлянде. Он еще аптеку отъедает. Вот что же он так сегодня грозно-то настроился. Ну ладно, оставим его для фриза. Пойдем вот на эту рельсу. Сейчас она наверняка выстрелит. Стрелять нужно. Начинать его. Если есть возможность убить танк с одного баллона, то лучше начать стрелять после того, как он выстрелит вас. Тем самым вы начинаете сам себя лечить. Ведь пушка изида имеет такую возможность. Она не только калечит, но она еще и лечит. И сегодня же в этой битве мы будем лечить только себя и калечить всех, кого не попадя. Вот смотрим, что тут у нас на карте. Что тут интересного. Здесь, кстати, достаточно много народу сейчас. И вполне возможно, что если фон будет расти удачно, то мы можем увидеть золотой ящик. Здесь мы пристроились неплохо к этой изиде. И, конечно же, ее убили. Так вот, после ребаланса пушка изида, она, конечно, стала помощнее, чем она была раньше. Раньше я бы ее назвал до ребаланса. Она была слабовата. Она была, скорее, такая недопушка. О! Вот что это такое. Это очередной... Очередной нарик. Ну что же. Значит, фон сегодня скидывать я точно не буду, раз все уже тут с такими грозными намерениями. Вот уже и мины ставят. Ну что же, слава. Вот ты и самоуничтожился. Жаль. Придется оставить тебя без дополнительного бонуса. То есть я обнуляться сегодня, скорее всего, уже не буду. Потому что очень много. Вот еще один бежит. Нарик. Я смотрю на гирлянде уже. С чего бы это вдруг? Ну давайте тоже будем нарить. Вот. Уничтожили. Правда, вроде бы этот фраг не мне. Хотя, может, и мне. Я что-то не успел заметить сегодня. Очень много киллов происходит. Вот еще и твинс едет на нарик. Ну что-то сегодня прямо не битва, а какой-то самый настоящий наркобой. Давай вот сюда ездить, доработаем, на этого твинса, который тут лагает. Раз мы его скушали. Ну и рикошетом мы бить не будем. Но раз он уже на нас сагрился, давай его все-таки догоним. Кто еще по нам стреляет? Давайте посмотрим. Все стреляют, кому не лень. Смок отстрелять где-то издалека. Но за смокой бегать я не буду. Пока я до нее дойду, я сложу слишком много критов. А вот и другой любитель наркоприпасов. Вот он нас не увидел. Мы же преуспешным образом об него полечились и заработали фраг. А вот этот игрок тоже тут недолго жил. Тут смотрим, что и зита на наре уже тоже не жилец. А вот и опять тот самый виденький. Ну, к сожалению, у меня уже спадает нарко. Но все-таки фраг мы за него получаем. И, скорее всего, будем быстренько-быстренько уезжать тут с двух сторон. Уже фрезы, не знал уже, куда деваться от них. Кто-то говорит, что это был дроп. Ну, ради бога, дроп так вот. Дроп сейчас посмотрим. Вот я вижу, что это изиды точно не дроп. И я, наверное, буду за ней бегать. Да блин, вот какой-то смок от чего-то пристал. Ты же видишь, я в Самане. Но вот те у меня убивать слишком долго придется. Все равно, вот она меня потратила сокремя. А вот и зита, в котором мы сейчас успешно полечимся. И, посмотрите, я опять полный. Казалось бы, я был совсем дохленький, но вот я уже полный. Ну, понятно, что после эрбаланса как-то оно так вот чуть-чуть было не напал на этого фриза. Но потом уже понял, что, видимо, ему тут не стоит мешать. Ай, зря, наверное, я этого маленького уничтожил. Я не видел, чтобы он нарил. Тем более на таком дохленьком корпусе. Но как-то это случилось уже по инерции. Вот этот вот игрок, он не знаю, нарил или нет. Вернее, я уже не помню, но точно он в меня постреливал. Значит, мы имеем право по нему пострелять тоже. Вот мы его и убиваем. Ну, вот видите, с пушкой Изиды, она вроде бы такая, исключительно для ближнего боя. Что мы вот тут видим? Вот эта Изидка. Давайте немножко подождем, пока у меня сработает комплект. И заново пойдем на эту Изиду. И очередной раз попробуем ее уничтожить. Лежачей мы ее не оставим. Иначе этот фраг достанется кому-то еще. Вот так, посмотрите, как активно все тут нарят. Ничего себе, что это такое? Почему им так вот вздумалось нарить? Ну что же, вот здесь, кстати, интересное место для передачи флага. Здесь можно вот так вот встать. Если вас зажали или вы не хотите выезжать вот в тот проезд, вы можете вот так очень хитро встать и скинуть флаг. В то время, если вот на этом возвышении будет ваш товарищ по команде, он его подхватит. Ну и, конечно же, доставит. Давайте подлечимся об этого Хантера Смоку. Вижу, он здесь тоже неплохо себя чувствует. Ну и поедем дальше. Будем здесь кататься по этим мостикам. И попытаемся застегнуть врасплох вот этого Громовода на Викинге. Вот, кстати, вот так он по мне стрельнуть, скорее всего, не сможет. Ему придется как-то хитро раскачиваться. Тем более, что он был замороженный. Вот тут очень удачным образом мы хватаем МДДшечку и вот так вот пристраиваемся к этому рельсоводу. И видите, тут я даже... Ох, сейчас-то я, наверное, уже помру от этого Грома. Но вряд ли мне поможет моя возможность вампирировать. Вот здесь друг, видите, МВана тоже уже устраивает разнос за компанию со мной. Вот тут Гром по мне палит. Ну, пускай он сделает пару устрелов. Тут удачно падает аптечка. И я, скорее всего, отсюда свалю куда-нибудь подальше. Здесь вот есть аккуратный такой съезд. Но давайте попробуем напасть на этого Смоку. Мы все-таки защищены от этой пушки. Главное, чтобы этот фраг не украл кто-то другой. Я вижу там вдали, кстати, Мамонт на гирлянде. И что я вижу тут? Здесь тоже все идет очень интересным ходом. Вот этот вот Мамонт включает гирлянду, отъедает аптеку. Он еще, по идее, должен кинуть мне мину. Но я что-то до сих пор пока этого не почувствовал. Зато по пути. Вот давайте я тоже съем аптеку. Раз так уже тут заведено. Сматываясь вот в этот проходик. И пытаюсь напасть на вот этого Грома. И у меня это даже неплохо получается. Тут по мне все расстреляют. Но я, скорее всего, лучше куда-то смутаюсь. Ну вот тут я попадаю под джигу, об которого я удачно подлечиваюсь. Но, к сожалению, я все еще горю. И не факт, что, конечно, выживу. Вот смотрите. Это такая скорость замедленного поворота. Скорость замедленная при разгоне. В данном случае играет для меня не самую лучшую роль. Если вы следите за событиями, которые вообще происходят в танках. О, ты смотри, как здесь интересно. Сколько здесь нариков. Ну давайте посмотрим, какая Зида. Какую съезд. Ну, конечно же, у меня Зида М3. Наверное, за счет этого я и выиграл этот поединок. Вот тут опять меня уже пасет какая-то смока. Давайте посмотрим, где она. Вроде бы где-то сзади была. У смоки такая интересная особенность. Стрелять непонятно откуда. Вроде бы где-то сзади происходил выстрел. Но почему-то там никого я и не обнаружил. Так вот, если вы следите за событиями, вообще за миром танков, она, вот я получаю мину. И смотрите, даже получив мину, я все-таки выживаю. Но жаль, что не получаю этого фрага. Вот здесь со мной друг, значит, убивает этого фриза. Я же здесь жду перезаполнения баллона. У меня скоро скатится нарка. Я хочу все-таки использовать ее. Вот тут мы очередной раз убеждаемся, что этот игрок... Смотрите, он хочет самоуничтожиться, видимо. Встал, задумался. Ну ладно. Уничтожайся. Где-нибудь иди, если не хочешь играть. Вот тут меня уже атакует смога и накрывает, наконец-то, меня своим критическим выстрелом. Я сегодня как раз таки использовал краску, потому что в прошлый раз уж более неожиданно они меня убивали. Если рельсу я все-таки одну еще переживу, то критический выстрел от смоки уж слишком сильно заставал меня врасплох. А вот еще один рельсовод, которого мы сейчас скушаем. Он почему-то тут интенсивно нарит. Что у нас тут рядышком? Ага, вот тут тоже смока, который вечно против меня нарит. Ну давайте ее вот так унимаем. Вот видим, что он нам поставил пинку. Давайте съедим аптеку. Опа! Тем не менее, это нам не помогло. Слишком какая-то медленная аптека. Так вот, по поводу физики танков. Если вы следите за событиями в танках, которые происходят, вы наверняка в курсе, что скоро будет введено новое обновление, которое будет изменять каким-то образом физику, текущую физику этих танков. То есть вот наши танки будут ездить не так, как сейчас, а как-то лучше. Ну, во всяком случае, как минимум, по-другому. Насчет лучше или хуже, это еще вопрос. Но по-другому, так это как минимум. Вот что-то здесь мне не получается съехать аккуратно. Видите, это какая текущая физика танков. Я застрял и не понимаю, что мне теперь нужно делать, чтобы отсюда съехать, честно говоря. Ура! Каким-то образом меня все-таки столкнули. И я даже, смотрите, нападаю на смог, у которого мне, возможно, получится уничтожить. Но уничтожает его кто-то другой. Я же хотя бы нахожусь при полном здоровье. Тут я захожу за спину. Не хотелось бы попадать под струю горячего огнемета. И у меня это получается. Давайте кататься дальше. Будем искать других нариков. Вот тот гром. По-моему, он регулярно тут ездит на гирлянде. Давайте за ним вместе с этим другом и поедем. Протестаемся его подловить. Вот здесь, внизу, там уже едет на него фриз. Наверное, мне будет как-то тяжко. Там не хотелось бы попадать под фриз. Поэтому мы займемся пока каким-нибудь другим. Так вот, по поводу физики. То есть, наши танки будут ездить как-то по-другому. Если вы слышали, что рассказывали, давайте еще раз включим гирлянду и уже будем кататься, так сказать, раз уж нарить так нарить, что называется. Вот эту аптечку хотелось бы все-таки мне взять. Оп, я ее взял. Ну, хотя бы для того, чтобы она не досталась моему сопернику. Ну, вот с мокоп она стреляет. Даже если кританет, я, скорее всего, выживу. Ну, я даже еще и подлечился. Теперь же надо аккуратненько куда-то смотаться, чтобы пережить перепол, перезаполнение баба. Здесь, смотрите, мы удачно заезжаем фризу за спину. И немножечко, наверное, даже его убьем. Да. Вот, хотелось бы сейчас покататься на этом корпусе, на хантере, и посмотреть, какая у него физика в данный момент, чтобы сравнить с тем, какая она будет после обновления. То есть, якобы там Hornet будет какой-то скоростной, будет иметь какой-то контролируемый занос. Если вы играете на тестовом сервере, то вы уже увидели, что там происходят какие-то обновления, что добавились новые параметры к корпусам. Там мощность какая-то, масса и все такое прочее. Вот кристаллики здесь соберем. И смотрите, здесь нас Изида, скорее всего, сейчас убьет. Хотя, давайте, вот у меня сейчас обновилась нарка, и я даже успеваю подлечиться. Сейчас мне вот этот игрок опять кинет мину. Я знаю, что они любят это делать, отходя назад, но он даже кританул меня. И еще и съест аптеку. Ну, повезло. Я, правда, не понимаю, с какой стати он начинает нарить, и почему-то агрится именно на меня. Я все-таки в краске от него. Ну, раз ему так хочется, пускай. Лучше бы, если честно, наверняка он играл против кого-то другого. Во всяком случае, так бы он наверняка побольше бы сделал фрагов. То есть, краски нужно знать, врагов нужно знать, и в резистах нужно разбираться. А вон там есть Мамонт Агро. Давайте к нему поедем в гости, посмотрим, как у него тут дела, насколько он готов к встрече с Изидей. Смотрите, он от страха даже нам накидал минку и перевернулся. Видимо, все-таки Изида наводит немножечко страху на игроков, особенно на Наре. Ну, кстати, Смока на Наре тоже может наводить немало шороху. Так вот, сейчас хотелось бы покататься немножко на текущей физике, чтобы было с чем сравнить, чтобы потом понять, стало ли лучше или хуже, возможно, каким-то образом повлиять на... в том случае, если вдруг физику танков изменят. Не знаю, как вам, мне лично хотелось бы, чтобы танки были, во-первых, побыстрее, потому что мне лично кажется, что они какие-то немножечко медленные, в особенности после ребаланса. Да, конечно, им прибавили здоровье, но все-таки, как мне кажется, вот самым популярным танкам убавили скорости. Ну, вот рикошет нам, опять же, кидает мину, все его так любят. Ай-яй-яй, и вот я лежу опять на могу и даже не знаю, чем теперь заняться. Ну, давай, еще пару шариков, может, даже ты меня и перевернешь. Нажимаю самоуничтожение, раз меня никто не хочет добивать. И, к счастью, даже переворачиваюсь. Но уже поздно, придется умирать. Так вот, мне лично хотелось бы, чтобы танки ездили немножечко побыстрее, в первую очередь, и, во-вторых, чтобы на них нельзя было переворачиваться. То есть, мне не нравится, когда... О, смотрите, вот здесь этот... Ну, фриз, давай, против тебя мы норить не будем. Мы тебя и так убьем. Мне бы хотелось, чтобы танки были более устойчивы. То есть, при текущей ситуации, когда вы откуда-то сваливаетесь, там, вот, лежите вверх ногами, нужно как-то долго и муторно, там, самоуничтожаться. Это, если честно говоря, немножечко, как минимум, напрягает. Давайте попробуем догнать вот этого вот викинга с Твинсом. Аккуратно заходим за спину и подлечиваемся от него. И вот посмотрим. Должно нам, конечно же, хватить и баллона. Вот тут еще этот гром. Тут еще один гром. Не знаю, хватит ли мне на него баллон. Видим, что он нам ставит минку. Ну, он еще ест аптеку. Давайте мы тоже съедим аптеку. Почему бы и нет? Второй мины у него уже нет. Ну, ему уже остается либо самоуничтожаться, либо все-таки мне его добить. Ну, добивает его, похоже, кто-то другой. Или он даже... А, нет, он все-таки самоуничтожился. Тут опять мина. В общем, мина на мине. Сплошные вокруг на реке. В принципе, Изида хорошо себя чувствует в наркобое. Смотрите, я просто-напросто живу очень долго. И за счет этого, в принципе, неплохо получается делать фраги. А мне кажется еще, что в танках немножечко не хватает не то чтобы скорости, а именно вот то, что танк до того, как он достигнет полной своей скорости, он немножечко медленный. Вот если вы видели, сейчас я не начинал стрелять по врагу, пока у него не закончила действовать аптека. Это очень важно делать. Вот здесь мы присасываемся. Вот смотрите, пока у него действует аптека, я по нему не буду стрелять. И только теперь я начинаю это делать и успешно его убиваю. Это очень важно, потому что пока действует аптека, он как бы ваш урон будет идти в холостую. А мне бы не хотелось терять баллон. Но именно поэтому и нужно немножечко иметь терпение, пока все-таки аптека не сработает. То есть вот если бы танк разгонялся... Мамин, ух ты, смотрите, какая тут угроза от грома. Гром-то по нам неплохо так наносит урон. Тем более на нарием. Достаточно ему двух-трех плюшек, чтобы меня убить. Вот здесь игрок от удар. Вроде бы он нарил слишком интенсивно. Посмотрим, где же там наши любимые нарики на сей раз. Вот на мосту умер этот мамонт. А вот здесь мамонта смока. Принято с ним немножечко подразобраться. Мамонта смока это грозное сочетание. Жаль, не хватает немножечко этой струи. Вот здесь два игрока. Деваем одного. Второй, к сожалению, нам не достается. Тепы есть не будем, потому что вроде как этот игрок не нарит. Он просто реагирует на меня на нари и постоянно по мне стреляет. Поэтому вроде как есть такое правило, что я стреляю. Давайте здесь вот подождем, да. Вот сработала у него аптека. И только сейчас я начинаю его жарить, как бы на более полном баллоне. Вот опять же тут смока на меня агрится. И вот зря она наверняка это делает. Потому что я все-таки обладаю существенным резистом. Вот здесь с этим гробом. Вот и на гробу мне тут везет. Везида такая очень живучая. Пушка вот здесь она вряд ли переживу. Хотя давайте попробуем. Вот я за счет аптеки буду переживать. Меня гасят две смоки. Но жаль, что не сработала нарка. Вернее, жаль, что подъехала вторая смока с одной. Я бы, может быть, еще и справился. Ну давайте вот сейчас очень хорошо. Здесь удобно мы расположились прямо-таки за этим амонтом. Вот опять же подождем, пока сработает аптека. Главное, чтобы она в это время не стрелял. Теперь он будет нам наверняка тут пытаться поставить мину. Вот она, эта мина. Я ее с успехом объехал. Иначе бы потерял очень много хп. Ну и вот, видите, достаточно легко его убил. Вот этот твинс. Что-то он нам тут намекает. Ну ладно, видимо, он нарит против кого-то. Я не успеваю, честно говоря, читать чат. Потому что вот так одновременно и разговаривать, и читать, еще и вести бой достаточно сложно. Может, со временем я научился это делать. Так что пока как есть, так есть. Вот смотрите, как интересно. И у Зиды такой большой. Давайте подождем еще одного выстрела грома. Теперь мы нападаем на аптеку. И едем добивать этого сагревшегося игрока. Здесь уже все игроки нападают на меня очень интенсивно. Давайте съедим аптечку. Подождем, пока отработает аптека врага. И заодно пока заполнится наш баллон. Я вот не понимаю, убью я его или нет. Я смотрю, аптека у него, вернее, нарк у него тоже сошла. Я же еще к тому же стою и весь замороженный. И как бы, на самом деле, хотел бы уже побыстрее скончаться и начать игру с респа. Ну вот здесь попытаемся немножечко отхилиться от этого игрока. И, к счастью, мы даже еще и набираем достаточно... Здесь две смоки. Опять по мне две смоки проходят. Давайте съедим аптеку. Давайте нападем на эту смоку. Вот сейчас посмотрим, будет ли он нам ставить мину. Будем хотя бы... Ну вот по мне две смоки стреляют. Видимо, они очень, очень мне не нравится краска смоки. Ну, я же благодаря этой краске все-таки живу чуть подольше. Итак, вот такая битва у нас на карте. Red Alert. Ставьте палец вверх, если вам нравится. Мне лично нравится, когда у нас собирается столько много народу. И все начинают тут перестреливаться. Вот очередной рак. Мне надо все-таки съесть аптеку, иначе я умру. Вот съедает эту аптеку и мой друг. Пока он ест аптеку, мы его не будем пить. Но, к сожалению, я тут потратил уже свой баллон. И никак не могу никого убить. Ну, видите, Изида Нанарик, конечно, это зверская пушка. Именно Нанарик, она получает максимум своего преимущества. Без припасов, конечно, она не такая мощная. Она, скорее всего, все-таки больше актуальна в командных битвах. Но, скорее, все-таки на чуть более быстром корпусе. На таком, как в Аспе. Чтобы иметь возможность догнать любого из своих товарищей по команде. Давайте здесь попробуем поставить мину и заманить его на себя. Не знаю, пойдет уж он или нет. Но, тем не менее, убить нам его получилось. Здесь вот мы отъедаем аптеку, потому что гром иначе нас уничтожит. Ну и давайте попробуем все-таки этого грома как-то мочкануть. Так вот, Изида, она все-таки более актуальна в командных играх, на ВАСПе. У меня же ВАСП пока что М2 модификация. Но я надеюсь, что на грядущих скидках я все-таки его приобрету. И покажу вам, как эффективно Изида на ВАСПе в командных битвах на флаге. Так, ставьте палец вверх. Вот так вот закончилась эта битва. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал. И в следующий раз обязательно приходите, чтобы вместе с нами повоевать.